итак огромный привет моим дорогим подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал у нас сегодня уютный дождливый вечерок я думала что же приготовить что же приготовить и решил приготовить быстренький песочный пирог как раз полчасика осталось до возвращения мужа домой итак давайте приступать пока еще есть время потом поделюсь с вами житейск бытовыми историями потому что тут история уже накопилась просто в вагон у меня значит коты на днях совершили побег далеко правда не убежали вообще я так над ним смеялась такие чудики я их короче поймала на веранде они оказывается там выгуливались все время пока я спала в общем я уснула сквозняком открыла дверь видимо муж ее плотно не прижал и они значит стали видимо потому что услышали хлопок этой двери увидели что она открыта и пошли тусоваться вот но не сбежали я проснулась где-то в 9.30 но проводила мужа потом уснула видимо они в это время ушли проснулась в 9.30 вышла и они там у меня значит бродят вот такие вот послушные ребята даже не думали никуда забегать слава тебе господи маманя получила такой секундный стресс вот тот момент пока еще думала где они где они пока их не увидела меня вот этот доля секунды был такой какой-то супер стресс вот она та самая злополучная дверь уже несколько раз такое было что она открывалась и мы теперь стараемся проверять проверять ее и когда закрываем прижимать поплотнее и проверять закрылась ли она это называется шоу за стеклом не за стеклом а за сеточкой привет привет красавчик мамин красавчик то о Так, пирог в духовке, ждем, сейчас буду варить вот такой вот острый рамен, муж уже пришел, когда муж приходит, какой-то шум сразу, гам, шум и гам в квартире, в доме, телевизор орет, стиралку опять, любитель кустирушек, во, кстати, вот эта мелодия, про которую я вам рассказывала, гимн домохозяйки. Так, а я, а я, а я, а я, наверное, я хочу вот такой, вот такой, такой у нас не очень полезный сегодня ужин, это варить не надо, это просто кипятком заваривается. А какие-то, скорее patient vida, ладно, то очень чувствительнее, нужного тебе у него, кстати, конечно, что我們的 бια fict smoother. Друзья, a люди любят думать, есть HDR гибрид. Тесняться. Подоконник не мало. Мало вам подоконника? Люди спрашивают, вы живете мирно или не мирно? Ругаетесь или нет? Не ругаетесь. Нормально? Все хорошо у вас? Сегодня мы изучаем новые слова по инициативе мужа. Он смотрел телевизор и вдруг поинтересовался, как будет корова и свинья. Мяска захотелось его, видимо. Свинья, корова. КАРОВА, СВИНЬЯ, СВИНЬЯ, КАРОВА. ГУД! МАЛА? 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 ОПА, ЗАЛЕСО. МАЛАДЕЦС. МАЛАДЕЦС. Всем привет! Это снова я! В общем, вчера так ничем это дело не закончилось. Муж учил это слово весь вечер – корова-свинья, чтобы сказать мне, что сегодня мы будем есть корову! Не стало его расстраиваться, что в русском языке как бы не всё так просто. Мясо коровы это типа говядина, а не корова. Но он так старался, что не стал расстраиваться. В общем, это и была его цель сказать, что завтра мы будем есть корову. Но он не угадал, и никакой коровы сегодня не будет у него на ужин. Ужин будет другой, чуть позже пойдём готовить. А сейчас у меня такая садово-огородническая тема. Мы тут собрались с ребятами-котятами посадить, что посадить. Вот, смотрите, рассказываю, показываю. Значит, дэймон пам. Дэймон пам это, извините за произношение, это у нас лимонная мята. Это какой-то хоптиль. Ну, короче, это укроп, судя по всему. И пепоминт. Пепоминт. Перечная мята. Укроп. Кстати, я думаю, что это такое, а это укроп. Думала, вот будет у меня что-то колоситься так весело. А потом вспомнила, что это укропные зонтики. Это, знаете, когда уже укроп перерос, перезрел, появляются вот эти зонтики. Значит, я хочу посадить это вот в три горшочка. Я уже почитала тут все, что написано. Там, значит, написано, что, значит, мята у нас, перечная мята у нас не любит солнечный свет. То есть в прохладном местечке ее проращивать. Я ее посажу в белый горшочек и буду ее, значит, проращивать на кухне. А вот эти вот две, значит, укроп и лимонная мята, они любят солнце. Лимонная мята, тут было написано, что не любит чрезмерной влажности. Ну, на солнце не будет чрезмерной влажности, будет, значит, выпариваться вся жидкость лишняя. Короче, буду проращивать вот здесь на подоконнике. Сегодня у нас максимально простецкий ужин. Сейчас буду варить рис. Это есть в каждом корейском доме. Это рисоварка, ну, чтобы не отскребать рис от кастрюльки. И вот, в общем, вот такая вот штука. Сама варит рис и подогревает его, сохраняя его постоянно тепленьким. Чтобы вот открыл, так сказать, и поел тепленького риса в любой момент, когда себе это хочется. Желательно, чтобы всегда там был рис, потому что это, знаете, как у нас дома нет хлебушка. Как это дома нет хлебушка? Как я буду есть? Так и в Корее с рисом обстоит. Как это дома нет риса? Дома нет риса, это все равно, что дома нет еды. Примерно так. И сейчас буду готовить кукурузу. Про кукурузу очень интересная история. Это воспоминания из детства. В детстве мы как-то ее, значит, варили подолгу. Помню, жили мы в общежитии на общей кухне. Мама брала такую старую большую кастрюлю, ну, типа вот такой, только эмалированную. И закладывалась туда кукуруза и варилась чуть ли не несколько часов. Она отправляла меня на кухню. Люба, посмотри, готова, не готова. Я ее потычу, и она такая твердая. Прибегаю, говорю, нет, мама не готова, давайте варить еще. В общем, как-то так. А тут, не знаю, что за кукуруза, может быть, какая-то другая. Тут ее можно готовить прям на пару. Берем кастрюльку, водичку, ставим вот такую вот штучку туда. Закладываем кукурузу, и где-то минут через 15-20 она будет готова. Расскажите мне, в чем прикол, как вы думаете? То есть это какой-то другой сорт кукурузы? Это была перезрелая кукуруза, да? Вот это вот, как ее называть? Назвать-то, не знаю, как ее правильно называть. Молочной зрелости, спелости, не знаю. В общем, она изначально уже мягкая, то есть мягчайшая. То есть непонятно, такое впечатление, что ее уже готовить не надо. Так немножко в кипятке поболтала, все. В чем вообще прикол? Я не поняла. Я когда сюда приехала, я была удивлена, что мой муж варит кукурузу просто на пару, там, 15 минут. И еще у нас дома была традиция ее подсаливать маслечком, так. Если есть сливочное масло, маслечком так натереть и подсолить. А тут наоборот, муж сказал, что сахаром надо посыпать. Вот это сама по себе сахарная такой сорт, очень сладкий. А в прошлом году мы покупали такой не очень сладкий. Муж ее досахаривал. Вот, а женщина в супермаркете, которая продает вареную кукурузу, она ее варит и тут же пакетом раскладывает, ее раскупает. Она, значит, сказала, она сказала, что... Так вот, эта женщина сказала, что надо, значит, соду при варке добавлять. Но если варить ее в воде, типа, добавляете соду, сахар и варите. Мы так пробовали. Кукуруза получилась тоже мягкая, вкусная. Не знаю, что дает сода. Но вот такой вот интересный рецептик. Так, сейчас крышечку надо найти. Где моя крышечка? Вот она, моя крышечка. Накрываем и засекаем 15 минут. Так, плита не сказать, что грязная. Нормально, такая средняя плита. Просто тут такое, знаете, покрытие. Оно в таких, как блесточках специально. В блесточках, чтобы вот там жиринки всякие, хренинки не были сильно заметны. Хотя эти блесточки сами похожи на какие-то жиринки. Так, я закончила. Посмотрим, что из этого выйдет. Вот такая вот рыхленькая земелька. Я сверху немножечко еще присыпала такой сухой. Посмотрим, огородник из меня еще тот. До этого собрались. А ну-ка, а ну-ка, заходите. Арина. Маша решил пожарить лиц с чем-то типа ветчины и с овощами зажарить. Чтобы не просто так решил меня, так сказать, сегодня поберечь. Чтобы я лишний раз в воде не возилась. Потому что у меня рана на руке. Вот. Ее разъедает от средства для мытья посуды. И прям вообще так все болит. Мяу. Что такое? Кто пришел? Кто это пришел? Так, ужин готов. Вот рис. Завернутый в яйцо. У меня вот такая красота. У мужа вот такое вот хрючево. Он сказал, что... Я спросила, почему? Он сказал, ну потому что это красивое. Это тебе. Я, в принципе, всегда тоже так делаю. То, что получше, покрасивее. Мужу, а то, что похуже себе. Вот так вот. Так, давайте посмотрим. Мой рисик. Какая красота. Мой рисик. Мой рисик. Продолжение следует...